Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей в эфире Амурского областного телевидения. В студии Оксана Холодова. Вначале основная тема. Опасная вода. Амурские водолазы ищут подростка, который пропал во время купания в реке Зее. Есть проблемы. В Белогорске провели совет амурских глав. Какие вопросы обсуждали? Идет капитальный ремонт. В Амурской области планируют обновить сразу три школы, когда завершат работы. 800 лучших спортсменов из 11 муниципалитетов области. В Белогорске прошла 25-я спартакиада городов. Кто праздновал победу? 12 июня во время купания в реке Зее в Благовещенске пропал подросток. Сообщение поступило от дежурного единой диспетчерской службы в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС. По предварительной информации, несовершеннолетний 2008 года рождения утонул. По факту происшествия проводятся оперативно-розыскные мероприятия. В них задействовано 4 водолаза поисково-спасательного отряда. А в Тынде нашли тело утонувшего мужчины. По данным МЧС, место в районе подвесного моста на реке Тынде не предназначено для купания. Обстоятельства произошедшего выясняются. На Бурейском водохранилище двое мужчин потеряли управление лодкой и оказались в воде. Одного из них спасли очевидцы. Причину смерти второго устанавливают. Проблемы с вывозом мусора, аварийное жилье и герои нашего двора. Эти и другие темы обсудили на Совете Амурских глав. В работе очередного заседания принял участие губернатор области Василий Орлов. Расскажет больше Юрий Камышный. Заседание Совета началось с обсуждения проблемного для жителей Белогорского опроса вывоз твердых коммунальных отходов. По словам главы Станислава Милюкова, местный рекоператор не справляется с поставленной перед ним задачей. Количество несанкционированных свалок в черте города увеличивается, а замусоренные контейнерные площадки стали раздражающим для мурчан фактором. Несовершенство законодательства и его двойственные трактовки, которым пользуется региональный оператор, привели к тому, что количество несанкционированных свалок в муниципалитетах увеличивается, а замусоренные контейнерные площадки превращаются в раздражающий жителей фактор. В итоге муниципалитет вынужден выделять бюджетные деньги на уборку того, что раньше убирала организация, ответственная за вывоз мусора, в том числе от контейнерных площадок и в частном секторе. Например, со временем начала работы оператора с 2018 года Белогорск потратил на эти цели 30 миллионов рублей. Как было озвучено на Совете, в Минприроде области уже принято решение расторгнуть контракт с регоператором второго кластера. До момента выбора новой компании будет определена временная организация, которая займется вывозом мусора. Надо учесть все риски по замене регоператора одного на другого. Вот это все надо проконтролировать, чтобы люди от этого жителей не пострадали, не столкнулись с переполненными контейнерами. Еще одну насущную проблему озвучил глава свободного Владимир Константинов. Рассказал, что жители города стали обращаться в местную администрацию за помощью. Дело в том, что они приобретают квадраты, например, за счет средств мат-капитала. При этом квартиры являются аварийными и непригодными для проживания. Однако людей при оформлении сделки об этом не информируют. Предлагаю выйти с инициативой о внесении изменений в соответствующий нормативно-правовый акт, дополнив перечень документов, сведений, необходимых для предоставления государственной услуги по рассмотрению заявлений о распоряжении средств материнского капитала, обязательное предоставление акта Межведомственной комиссии по признанию жилого помещения пригодным-непригодным для проживания. Губернатор поручил правительству совместно с Законодательным собранием области и Амурским отделением социального фонда проработать варианты решения проблемы. Озвученная проблема лежит на стыке полномочий двух федеральных министерств. Это Минтруда в части реализации сертификата на мат-капитал и Минстроя в части работы Межведомственной комиссии. Поэтому абсолютно согласен с Владимиром Александровичем, что проблема есть, необходимо ее продумать, предлагая совместными усилиями. Также на Совете обсудили итоги работы в области проекта «Герои с нашего двора». В Преамуре он реализуется с 2021 года. За это время было проведено сотни зарядок, мастер-классов и открытых тренировок. Подписаны десятки соглашений о сотрудничестве между спортивными федерациями региона. Планы проекта сегодня – решение географии и подключение разных городов и районов Амурской области, размещение новых баннеров, съемки видеороликов об участниках и дальнейшая трансляция в соцсетях, проведение зарядок и открытых тренировок во дворах на общественных площадках в учебных заведениях, размещение информации об известных спортсменах в школах и СУЗах, проведение фестиваля «Герои нашего двора». Губернатор поддержал идею продолжения проекта и отметил, что области есть кем гордиться и на кого равняться. Юрий Камышный, Амурская областная телевидение. С момента открытия в Амурской области грузового движения по трансграничному автомобильному мосту через Амур между Россией и Китаем исполнился год. За это время объектом воспользовались более 35 тысяч машин. Среднесуточная пропускная способность сооружения – почти 190 единиц техники. В целом грузооборот в пункте пропуска за год превысил 370 тысяч тонн. Из них 360 тысяч тонн товаров в импортном направлении и 14 тысяч в экспортном. Грузопоток будет расти, поэтому для нас важно дальнейшее развитие примостовой инфраструктуры. В этом году будет построен таможенно-логистический терминал «Каникурган». Ведется строительство постоянного пограничного пункта пропуска. Еще один крупный проект предмостовой зоны – так называемый «Сухой порт». Это многофункциональный логистический центр. Он будет построен в Березовке в 2025 году. От автомоста через Амур грузы будут идти до Сухого порта и дальше по Транссибу по всей нашей необъятной стране. Импортировали в основном новую спецтехнику, оборудование, электро и товары народного потребления. На экспорт отправляли соевое масло и бобы, пиломатериалы, косметику. Ремонт сразу нескольких школ стартовал в Преамуре. Учебные заведения находятся в Прогрессе, Свободненском районе, Благовещенском и Архаринском округах. Ремонтные работы проводят благодаря участию региона в программе, которую разработали специалисты Минпросвещения по поручению президента Владимира Путина. Один из самых масштабных ремонтов проводят в учебном заведении Прогресса. Школу обновляют впервые за 70 лет ее работы. Там обучаются 320 детей. На время работы их перевели в другое образовательное учреждение. На капремонт направили почти 86 миллионов рублей. Средства выделили из бюджетов трех уровней – федерального, областного, местного. Строители приступили к армированию пола, устройству перекрытия второго этажа и стропильной системы. Ведется монтаж труб тепло- и водоснабжения. До конца года в двухэтажном здании обновят крышу, потолки, стены, фасад. Благоустроят пришкольный участок. Завершить ремонт объекта планируют к началу декабря. Легкая атлетика, гиревой спорт, плавание. В Белогорске прошел финал 25-й комплексной спартакиады городов Амурской области. В течение трех дней около 800 спортсменов из 11 муниципалитетов боролись за призовые места. На спортивных площадках побывала и наша съемочная группа. Юбилейное спортивное событие собрало рекордное количество участников со всей Амурской области. Соревнования проходили в течение всего года. На финал в Белогорск приехали действительно лучшие сборные. Состязания развернулись одновременно на нескольких площадках. ФОК имени Солнечникова принимал пловцов и волейболистов. Ну это знаете, наверное, как наркотик такой. Спорт дает мне, по крайней мере, силу и отдых одновременно. Потому что мне хорошо, когда я на площадке, когда я двигаюсь, когда меня окружает моя команда. Я, например, работаю учителем. Есть девочки, операторы, есть, которые работают на железной дороге. То есть профессий много, но нас объединяет одно – это волейбол. Многие спортсмены участвуют в состязаниях с самого начала. И для них областные игры еще и встреча друзей. У меня тоже были такие моменты, когда мне предстояла хорошая возможность отстаивать честь города Благовещенска. Я участвовал в Спартакеаде по гиревому спорту. Такие спортивно-массовые мероприятия, они несут не только спортивную смысловую нагрузку, но это общение людей. Это, наверное, такой исторический путь, когда спортсмен действительно, не один десяток спортсменов уже 25-й раз принимает участие в данном спортивном событии. И я надеюсь, что будет и в 26-й, 27-й и в 30-й раз в том числе. В ДК «Амур-Сельмаш» спортсмены поднимали гири. Вес каждой – 24 килограмма. Победит тот, кто за отведенный промежуток времени поднимет гирю максимальное количество раз. Где уж действительно было жарко, так это на стадионах «Локомотив» и «Амур-Сельмаш». Никита, давай! Победитель этого забега Никита Немчинов приехал из Сковородина. Амурчанин – мастер спорта, но по борьбе. В легкой атлетике новичок, как и в спартакиаде, своей победе удивился сам. Впервые выступаю, позвали. Решил как-то так себя попробовать в новом виде спорта. И как выяснилось, неплохо себя показал. На двух стадионах три дня соревновались легкоатлеты. Городошный спорт, метание диска, прыжки в длину, футбол, бег на разные дистанции. Болельщики не успевали следить за всеми площадками. Пока одни еще только начинают играть, других уже награждают. Стадион городского парка стал полем для баскетболистов. А вечером здесь прошло праздничное открытие юбилейной спартакиады. Собравшихся поздравил губернатора Мурской области. Гологорск давно заслужил, чтобы именно здесь была проведена эта спартакиада. Сегодня особый день. В Белогорске сегодня день рождения. Поэтому всех белогорцев я поздравляю с этим замечательным праздником. И хочу еще раз вам напомнить о том, что недавно мы с Газпромом подписали соглашение о строительстве здесь, в Белогорске. От нового физкультурного комплекса, с искусственным льдом. Поэтому я уверен, что в Белогорске будет своя замечательная команда, которая еще задаст жару всем остальным городам Мурской области. С праздником вас, дорогие друзья! Большое спортивное событие региона приурочили к 165-летию образования Мурской области, столетию Министерства спорта России. За три дня разыграли 11 комплектов наград по 9 видам спорта. По итогам общего зачета первое место в юбилейной спартакиаде заняли спортсмены из Благовещенска. Серебро завоевал Белогорск, а свободный стал бронзовым призером. Ирина Батина, Вячеслав Попель, Амурско-областное телевидение. Развлекательная программа, выступления артистов, праздничный салют. Так, Белогорск отметил 163 года со дня основания. Мероприятия проходили в течение нескольких дней, с 9 по 12 июня. В эти дни на улицах Белогорска было особенно многолюдно. Праздник совпал с Днем России, а еще муниципалитет стал столицей 25-й комплексной спартакиады амурских городов. Все мероприятия были посвящены этим трем событиям. Утро началось с массовой зарядки, которую организовали на стадионах и в местном парке. Весь день работали аттракционы, проходили развлекательные мероприятия. Городу пожелали бы, чтобы город еще лучше расцвел, и чтобы были люди все добрые, все хорошие. Желаю нашему городу процветания, чтобы все у нас было хорошо, приятно, как вот сейчас у нас народ стал хороший. Мы давно живем здесь, растем вместе с ним. Все прекрасно, все хорошо, люди прекрасные, дети растут всегда, чтобы было это все хорошо и прекрасно в нашем городе. Парки Белогорска посетил и губернатор области вместе с главами муниципалитетов. Общественные пространства были модернизированы. Там установили новые аттракционы, организовали зоны для отдыха и игр, детские площадки, обустроили дорожки. Ну, оба парки, один старый-старый-старый, и этот тоже старый-старый-старый. Но в свое время парк Дзержинского пришел в полную негодность в 90-х годах, в 2000-х. И вот только сейчас у нас, благодаря губернатору Василий Зеленовичу Орлову, у нас появилась возможность его реанимировать. И мы провели реконструкцию, и, соответственно, сделали его другим. То есть, если вы заметили, парк городской основной, там одна концепция, здесь совершенно другая концепция. И считаю, что, в принципе, это правильно. То есть, все люди могут найти себе отдых по душе. На праздничный концерт собрались более 17 тысяч жителей Белогорска и гостей. Вечерняя программа с участием творческих коллективов, а также приглашенной московской группы, длилась пять часов. По традиции, обратным отчетам, собравшиеся вместе с мэром Станиславом Милюковым, дали старт фейерверку. Длился он четыре минуты, было сделано более 1300 залпов. 13 талантливых амурчан стали обладателями премии губернатора в области литературы, культуры и искусства за 2022 год. Лучших выбирали в пяти номинациях – литература, профессиональное и самодеятельное искусство, произведения для детей, краеведческие проекты. Последняя новая ее ввели впервые в год 165-летия Амурской области. По решению комиссии, лауреатом премии в номинации «Литература» признали Павла Никитина с книгой «Души от рада». В сборнике рассказов автор развивает несколько тем, среди них природа, охота, повседневная жизнь жителей сельской местности. В направлении профессионального искусства победили авторы концерта-экскурсии «Река времени» Алиса Будко и Елизавета Шаломихина. В их работе отражается история жизни нашего края. В самодеятельном искусстве первое место занял Сергей Июдин с режиссерской постановкой «Еще раз про любовь» областного фестиваля казачьей культуры «Албазинский острог». В номинации произведения для детей лауреатом премии стала группа авторов Сергей Еременко, Елена Грачева, Максим Червяков и Никита Жадавленко. Они представили спектакль «Как три богатыря Новый год спасали». Впервые комиссия определила победителя в направлении краеведческие проекты. Лучшим стал коллектив авторов произведения «Открывание известной страницы из истории санитарного дела в Амурской области конца XIX – начала XX веков». Лауреатами стали Ольга Курганова, Валентина Кобзарь, Наталья Саблук, Ольга Сорокаумова и Юлия Володина. Издание подготовлено к столетию образования Санитарно-эпидемиологической службы России. Напомним, ежегодная премия губернатора Амурской области учреждена в 1993 году. Она присуждается за наиболее талантливые произведения, которые вносят значительный вклад в культуру региона. 200 тысяч амурчан приняли участие в торжественных мероприятиях, которые проводили в регионе ко Дню России. Концерты, тематические акции, флэш-мобы прошли практически во всех муниципалитетах. В Волговещенске на набережной реки Амур организовали выставку, посвященную героям специальной военной операции. На экспозиции побывала и Ольга Сысой. «Уничтожив весь опорный пункт противника, группа попала под минометный обстрел. В живых остались только двое. Несмотря на непрекращающийся обстрел, командир всю ночь выносил тела своих погибших товарищей». Одним из тех, кого вспоминали в День России, был гвардии старший лейтенант Эдуард Нарполов. Офицер погиб от снайперской пули, но прежде. Его подразделение уничтожило более 50 единиц бронетехники, в том числе и специальные, а также свыше 350 человек живой силы противника. Выставка «Герои и подвиги», которая развернулась на набережной реки Амур, рассказывает о подвигах амурских бойцов, которые отдали жизнь за безопасность и целостность нашей страны. Еще одним героем экспозиции стал механик-водитель танка Иван Цывун, который на боевой машине противостоял сразу пяти танкам на мероприятии. Погибшего бойца представила его мама Елена Цывун. «Ушел сын, осталась память, осталась гордость, остался пример для подражания нашего подрастающего поколения. И нашим ребятам хочется пожелать брать пример с подвигов наших сыновей, совершать свои подвиги, но только под мирным небом. Всех с Днем России». Выставка – это уникальная история жизни и подвига 17 героев России, включая участников спецоперации из Амурской области. В феврале прошлого года внукам и правнукам поколения великих победителей пришлось снова встать на защиту правды и памяти, встать на защиту жителей Донбасса. Ежедневно мы узнаем о новых подвигах, проявлениях самоотверженности и отваги наших ребят. «Эта выставка не могла бы состояться без помощи родных и близких. Они предоставили нам семейные фотографии, предоставили истории жизни ребят. И огромное вам за это спасибо». В экспозиции, которая открылась 12 июня, представлены фотографии, документы, информация о боевом пути и подвигах бойцов, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. На церемонии открытия вспоминали и тех, кто сегодня продолжает бороться с нацизмом. «Тринадцать героев Российской Федерации – это выпускники Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Но не только рокотцовцы выполняют нужд на свой долг. Герои и те, которые в составе 35-й общевойсковой армии, дислоцирующиеся на территории Амурской области, 38-й отдельной мотосилковой бригады, которая несет основную тяжесть боев сейчас в зоне специальной военной операции, выполняют честно свой воинский долг. Большую благодарность, слова признательность хочу выразить также мобилизованным нашим воинам, которые честно отдают свой воинский долг на полях сражений». Во время открытия выставки первые лица города и области в торжественной обстановке вручили первые паспорта 14-летним школьникам. Там же прошло награждение дипломами победителей творческого конкурса «Памяти Василия Ланового. Пробуждая сердца». Ольга Сосой, Руслан Козловский, Андрей Цветков. Амурское областное телевидение. И на этом все. Спасибо за внимание. Смотрите новости Амурского областного телевидения и следите за самыми интересными событиями вместе с нашими корреспондентами. Заходите на наш сайт амуробл.тв. Самые свежие новости и в наших социальных сетях. Всего хорошего и до встречи в эфире.